Критерии оценки поставщиков у каждой компании могут быть свои. Как их сформулировать? Пожалуйста, открывайте карту алчности закупщика, факторы, влияющие на покупку продукции, и выбирайте те, которые с вашей точки зрения наиболее актуальны для вас. Какие это будут параметры? Не знаю. Цена, срочка платежа, товарный кредит, параметры, стабильность поставок, упаковка, MOQ, минимум воды quantity, поддержание гарантированного товарного запаса и так далее. То есть у вас выстраивается некая иерархия, то есть вы получаете некий список, с которым будете в дальнейшем работать. То есть это будут те пункты, которые вы должны будете обсуждать на переговорах, это то, что вы будете контролировать в работе с поставщиками. И один из инструментов, который позволяет, скажем так, все, что вам нужно знать, все, что вы хотели бы, все, что вам нужно знать о поставщике, свести в одно место, это анкета поставщика. Я рекомендую самостоятельно анкету не заполнять. Может быть, вы поступите, как делают ваши коллеги. На сайте компании прямо вывешивается анкета поставщика, которую нужно заполнить, если вы хотите с нами работать. Да, это такая карточка, там есть информация об организации, там есть информация о том, что она из себя представляет. Но в частности, там понятно, что кроме контактной информации о самой компании, могут содержаться важные для вас вопросы, ответы на вопросы, которые с вас потом будет, например, спрашивать служба безопасности. Включить в анкету. Или вы хотите, например, для себя понимать надежность поставщика. Важно понимать надежность поставщика. С помощью каких критерий вы это делаете? С помощью, например, комплекта документов, истории работы с компанией, реализованный проект, референс-лист, подтвержденный, например, какими-то накладными, какие-то действия. Вот, пожалуйста, включите сюда. Если для вас важно, например, если вы говорите, например, о закупках какого-то ответственного продукта, то вам вполне возможно будут важны даже не просто стоимость, а факторы, определяющие стоимость. То есть то, что мы говорим, калькуляция цены для вас будет важна. Я рекомендую в анкету обязательно вопросы калькуляции цены включить. Из чего складывается стоимость? Если вы торговая компания, для вас наверняка будут важны вопросы маркетинга. То есть как компания-поставщика готова вкладываться в то, чтобы продукция поставщика, которую мы продаем, чтобы она двигалась, чтобы происходило движение этой продукции. Включите вопросы технической поддержки, если для вас это важно, если это какое-то оборудование и прочее. То есть здесь могут быть включены вопросы, связанные именно с тем, чтобы вы в общем и целом достаточно быстро могли оценить поставщика. Анкета нужна для того, чтобы принимать управленческие решения, и анкета нужна для того, чтобы можно было сравнивать разные предложения, разные компании. Я участвовал как-то в заполнении анкеты поставщика от одного из крупных операторов рынка ритейла. И что-то 10 листов, что-то такое. Вот такая вот анкета. Мне кажется, даже здоровый человек в состоянии будет все это прочитать. Может быть, есть действительно люди, которые все это вычитывают. Может быть, я очень надеюсь на то, что наша работа была не зря сделана. То есть все эти 10 листов кто-то прочитал. Но все-таки ощущение было такое, что это такой квест. Заполнил вот эти вот 10 листов и прошел первый тур. Нормальная анкета поставщика — это там две страницы. То есть в принципе на двух страницах вполне достаточно места для того, чтобы уместить ответы на все интересующие вас вопросы. Все остальные вещи должны идти уже как-то приложением. То есть если вы действительно какие-то референсы и пакеты документов будете просить, это уже дополнение к самой анкете. Не надо анкету перегибать, то есть не надо делать из нее такой документ, который поставщик категорически заполнять не захочет.